Да, спрашивают про то, насколько сильно разгромили студию. Ну вот я не знаю, как я на ваших экранах. Я должен быть такой довольно желтенький сейчас. Это связано с тем, что студию все-таки довольно сильно разгромили. У нас вынесли снова там какие-то камеры, компьютеры. И поэтому у нас ужасный кавардак вообще происходит. Первые выпуски на «Навальный лайф» и в «Кактусе», и в «Новостях», вы видели, они были просто не то, что там желтоватого цвета. Такое впечатление, что не ведущие, а цыплята какие-то сидят в студии. Потому что мы просто обычной веб-камерой такой дешевой начали снимать. Но сейчас мы какой-то аппаратурой разжились, взяли в аренду, добрые люди пронесли. И мы продолжаем собирать донейты на операцию «Феникс». То есть операция «Возрождение» у нас нас грабят. Мы хотим показать, что несмотря на то, что они заблокировали наше юрлицо и там заморозили 2 миллиона 300 тысяч рублей, несмотря на то, что снова тут нас грабанули по технике, мы все равно сможем восстановиться и все равно сможем продолжать работать. Я надеюсь, вы вам поможете. Я на прошлом эфире собрал примерно 200 тысяч рублей. Прямой эфир-трансляция 28 января собрала 1 миллион 700 тысяч рублей. Подсказывает мне 1 миллион 400 тысяч рублей. Ну и вот мы будем собирать пока вот эту вот сумму. 2 миллиона 300 тысяч не соберем. Ровно то, что заблокировано у нас на счете. Джеффри спрашивает. Искренне поддерживаю вас, но будем ли мы применять другие методы ненасильственного сопротивления? Ну не только митинги. Ну когда же? Джеффри, какие? Про это часто спрашивают. Будете ли применять другие методы? Какие методы, Джеффри? Конечно, мы будем применять все. Что мы намерены делать уже сейчас? Как я уже сказал, митинги мы проводим, наблюдения. Это главное направление работы. Агитация. Главное направление работы. Мы стараемся делать агитацию более сложную, более системную. Но с учетом того, как они ее отлавливают, конечно, обычный человек, который на принтере распечатал и повесил в подъезде, является главным инструментом агитации. Это мы будем делать. То есть, в принципе, любые методы мы хотим, готовы и будем использовать. Но нужно быть изобретательным. Человек очень часто пишет, когда вы будете делать граффити, когда вы будете делать, ну я не знаю, художественные фотографии и так далее. Ну, ребята, это можно все делать. Но все-таки, а что значит делать граффити? Мы можем, конечно, нанять или взять волонтера, который сделает одно классное граффити. Это какое-то классное стене в Москве. Но это же не системная работа. Мы хотим делать такие вещи, в которых, ну если не все волонтеры могут участвовать, но значительная часть из них нужны вещи, которые могут делать тысячи людей. Тысячи человек граффити все-таки не нарисуют. Должен быть навык, талант, баллончики и все остальное. Поэтому какие-то классные, экзотические, эффективные методы, но индивидуальные используйте, пожалуйста, сами. Но вам что, нужна моя команда или благословление здесь, там, типа, я должен осинить для того, чтобы вы граффити у себя рисовали, что ли, где-то? Ну, рисуйте. Молодцы. Вот все, что вы чувствуете в себе, все, что можно сделать для борьбы с этим гнусным и мерзительным режимом, делайте. Мы будем стараться делать какие-то системные вещи, для чего нужны штабы и для чего нужны наши структуры. Владимир спрашивает, когда будут автонаклейки про бойкот. Будет, делаем автонаклейки. Ну, изымают же мы. Их делаем, их отнимают. Но сделаем автонаклейки, снова потратим. Holy Fool спрашивает. Президент Владимир Путин потратил на предвыборную кампанию миллиард рублей, перевысив лимит в два с половиной раза. Как думаете, Путин отстранит сам себя от участия в выборах? А вы как думаете, отстранит Путин сам себя от участия в выборах? Да, это было расследование в собеседнике, где корреспондент просто взял и посчитал, сколько Путин формально должен был потратить. И насчитал там миллиард рублей. При этом максимальный размер разбирательного фонда это 400 миллионов рублей. Но я бы сказал так, там гораздо даже больше миллиарда рублей. Это даже не поддается подсчетам. Все телеканалы, все новости, просто целыми пиццы донетят. Даже пицца вон 2018 рублей нам отправила. На Путина работают все. Но сколько стоят вот эти ведущие программы время? Это вообще посчитать невозможно. Он всю страну сожрал. И его избирательная кампания это использование всей страны. Насколько я понимаю, в эти выходные они эти свои путинги начинают делать по всей стране. То есть митинги, на которые снова мы видим в огромном количестве, сгоняют студентов снова, сгоняют бюджетников. Посчитайте, сколько это стоит. Посчитайте, сколько стоит полиция, которая бегала там, ловила меня, Волкова, Рубанова и вообще всех людей по всей стране. Это десятки миллиардов рублей. Вся экономика страны сейчас работает на то, чтобы Путин переизбрал себя. Это все очень грустно. Так, что тут с Шерстяной Лисище? Как вы выдумываете такие ники? Шерстяной Лисище спрашивает у меня. Что ты думаешь про список доверенных Луиев Путина? Несут ли эти люди моральную ответственность за поддержку Путина? Необходимо ли общественное осуждение этих людей, не признание их наград, выданных за лояльность Путина? Ну, правильно вы назвали их доверенной Луи Путина. Это, конечно, недоверенные лица. Противно, очень противно это смотреть. Какие-то люди, даже пожилые люди. Господи, Евгений Петросян, зачем ему это надо? Какие-то спортсмены, какие-то актеры, ну и, в общем, даже вполне заслуженные, которых мы могли бы считать приличными людьми. И вот они там стоят на задних лапах. Вот недавно снова было какое-то сборище доверенных лиц. Отвратительно. И, смотрите, конечно, этих людей нужно подвергать общественному осуждению. Вне зависимости от их наград. Они нам на это скажут, ну, посмотрите, я же заслуженный киноартист, а я заслуженный врач, а я заслуженный спортсмен, и выиграл три Олимпиады. Ты выиграл три Олимпиады вчера, а сегодня ты обокрал больницу. А сегодня ты украл у сирот, потому что ты поддерживаешь Путина. А твой Путин через своих олигархов и через своих друзей обкрадывает медицину, так что бинтов невозможно получить в какой-то сельской больнице. На самом деле это именно так обстоит. Вот эти люди, которые поддерживают Путина, они вместе с ним обкрадывают людей, и они несут прямую ответственность за все то, что происходит. Они несут ответственность за эти раздолбанные школы, они несут ответственность за ужасные дороги, они за все несут ответственность, потому что Путину власти 18 лет. Было бы 4 года, или даже хотя бы 8. Можно было бы списывать на Ельцина, на проклятые 90-е, на Горбачева и так далее, но он сидит больше, чем Путин, Ельцин и Горбачев вместе взятые. Поэтому вместе со всей этой бандой доверенных лиц, конечно, они несут прямую ответственность за то, что происходит в стране.